Доброе утро! Ну что, мне порубиться в изделье с воптями. О, Господи! Я опаздываю! Вы прикиньте, какая женщина еще соберется за 7 минут! Муж меня разбудил без 10, а сейчас без 3 минут 7. Я уже готова, но он уже, правда, первый пошел в машину. Но, слава Богу, я вчера собрала обед ему, себе. Ну, как обед, я не завтракаю, так что я собрала себе завтрак, перекус. И я вот думаю, что, наверное, сегодня тоже сделаю кабачковые оладушки, потому что они, во-первых, очень хорошо зашли. Мне понравились и мне, и мужу. Я, кстати, не посмотрела, сколько после теминого завтрака осталось творожных оладушек. Но, в принципе, так, сегодня приедет рыба. Тема сказала, два дня ее будут солить. Значит, вот эти вот творожные оладушки можно будет сделать в понедельнику. В понедельник, может быть, тоже есть свою, собственно, соленую рыбу. Боже! Я все о еде и о еде, конечно, но что-то у меня в последнее время очень хочется соленую рыбу, маринованных огурчиков. Наверное, это зима во всем виновата. Ой, все, бегу. А то сейчас уже, наверное, 7, уже, наверное, начало 8. Пришло время, наконец-то, мне помыть машину. Она грязная, просто капец, вы посмотрите. Ну, каплюсь нельзя на такой работать, сейчас будем мыть. Субтитры сделал DimaTorzok Пункт первый, помыть мою красавицу, выполнено. Остался пункт второй, залить в нее бензин. И в итоге я на работу выйду позже. На полчаса, я думаю, как минимум. Да, минут на 40, потому что уже 22 минуты. Шаг второй, заправить машину. Но у меня там показывает 172 километра. Возможно, на утро и хватило бы. Но, знаете, я не хочу рисковать. Потому что вдруг бы хватило, а вдруг бы не хватило. Ну, его нафиг. Но я думаю, что все равно тысячи полторы залезет 100%. 1750 залезло, представляете? Я в шоке. Но это не только вчерашние деньги. То есть, да, вчера я ездила. Но бак был неполный. Еще муж на работу ездил. Поэтому я думаю, что моих там рублей 700. Блин, девочки. Ну, я забыла заглушить машину. У меня это вообще очень частая история. Когда я забываю заглушить тачку. А когда я от нее отхожу, она же не закрывается. Ну, я молодец, конечно. Теперь смело можно выходить на линию. Но, блин, сейчас машина высохнет. И будет уже не так чисто смотреться. Мне кажется, она... Ну, смотрите. Уже сохнет. Уже, вон, один хрен грязный. Ну-ка, с пассажирского она такая же грязная. И все-таки почище. Ну, с пассажирского смотрится почище. Так что все нормально. Главное, чтобы со стороны пассажира она была почище. Потому что чистая же должна быть машина в тарифе. У меня машина откровенно грязная. И мыть я ее стала еще реже. Собралась я тут позавтракать. Времени уже более чем достаточно. На карте, короче, думаю, ну, Вольчика возьму час. И все остальное-то у меня есть. И не могу найти. Показывает он в доме. О, Господи, Бог его знает. Девушка, простите, а не подскажете, где здесь Вольчика? Показывает он в доме. Показывает он в доме. А, спасибо. Катаюсь, катаюсь по району, думаю, ну не может же быть так, что во внутренних дворах, к которым не подойти. Это же какие должны быть внутренние клиенты, ну именно с домов с этих, чтобы окупать, ну-ка, доход приносить. Короче, Яндекс меня опять обманул. Я сделала огромный круг. Ну, что поделать. На самом деле мой косяк, мне надо было за ним перепроверить. А я этого не сделала. Ехала чисто по навигатору. А я на самом деле здесь была рядом. Ну, недалеко от поворота. Я тут на днях задумалась о том, чтобы купить себе термосумку. О, господи, термокружку. Сумка у меня уже есть. Но, в принципе, я вот не знаю. Сейчас время около 10 утра. К этому времени, учитывая, что в 7, грубо говоря, мы выезжаем из дома, за 3 часа, но вряд ли там чай останется горячим. Я вот сомневаюсь. Вот, если вдруг у вас есть инфа, ну, если у вас есть классные термокружки, которые прям долго держат, ну, типа, чуть ли не до обеда, то напишите мне. А так, в принципе, 35 рублей и горячий чай. Просто вопрос в том, что это надо ездить, искать, где конкретно вольчика. А мне это неохота. Вот я вчера не завтракала, и я прям спокойно ездила, не переживала. Но все равно мне надо есть. Вчера понятно, что я не ела, потому что давала желудку. Обычно, когда меня госпитализируют с обострением гастрита, день я не ем. Вообще не кормят. Ну, капельницу дает, но не кормят. Я решила вчера то же самое сделать. Ну, вроде нормально. Вот, хотя здесь батальничка выпила. Ближе к вечеру. А сегодня уже надо есть нормально. То есть завтрак, обед, ужин, пять приемов в день пищи. Ну, что я вам хочу сказать. У меня откровенно неудачная поездка. Короче, я стояла, грустила в центре. Мне это надоело. Я включила комфорт. Вот, значит, взяла заказ. Яндекс его не показывала, как долгую поездку. Значит, девушка уже села. Нажимаю, поехали, показывает 40 минут. Я такая, ну, в принципе, что, 700 рублей 40 минут, конечно, не айс, но лучше, чем ничего. И знаете, сколько мы ехали? Мы ехали больше часа. Не на 5 минут дольше. Не на 10. Мы ехали что-то почти час 10. Прикиньте, больше часа. Это еще плюс полчаса к поездке. Я просто, мягко говоря, в шоке. Уже 4 часа. Я, в принципе, планировала в это время двигаться уже в сторону дома, потому что к 6 должны привезти рыбу. Родители могут встретить. Они рядом живут, но им эту рыбу хранить негде. Вот, единственное, положить в машину. Эта вся машина провоняет. А я все-таки имею возможность хранить на балконе. В общем, поставила кнопку домой. Ой, буду надеяться, что Яндекс меня действительно приведет домой, а ни хрен пойми куда. На сегодня это все. Я уже, в принципе, вблизи дома. Сегодня у меня получилось... Давай, ну, покажи. Так, 6200. Ну, я думаю, 5500 примерно я заработала. Но я сегодня и позже вышла. Вот смотрите, вот что за упыри? Вот другого слова у меня нет. Вот у них по улице пробка. Они все равно вылезли на этот перекресток и никому не дают проехать. Что, блин, за люди за такие? Я вот не всегда, когда забивают перекресток, меня это, ну, всегда бесит. В правилах дорожного движения написано «Не забивайте перекресток». А, по поводу соуса и сиропа. Мы заказали с мужем еще, потому что соус очень вкусный, сироп очень вкусный, сладкий. Одна калория всего в сиропе на 100 грамм. Тёме просто... Я заказала вкус соленая карамель. Этот вкус Тёме особо не понравился. Мы заказали еще, типа, вишню и там еще что-то. В общем, мы заказали еще два сиропа и еще два соуса, чтобы у нас был выбор, короче, разных вкусов заказали. Я, правда, не видела, был ли там какой-нибудь сырный соус, потому что, в принципе, сырную историю я люблю. Вот. Но пока еще не пришли. Вчера вечером заказали. Ну, если, короче... Сейчас доеду до дома. Если еще не пришли, покажу те, которые, кстати, которые я купила. Сиропы, да. Один сироп, по-моему, заказали другого производителя. Тоже хотим попробовать. Вот. Как-то так. В целом, ну, нормально. Я сегодня тоже работала так себе. Ездить обедала домой. Сами знаете, как я езжу домой. Приезжаешь домой, и минус 2-3 часа времени. Так что вот так. Еще пятница. Блин, я забыла, что пробки-то раньше начинаются в пятницу. Я жадина. До дома осталось ехать. Всего ничего. Мне выпал заказ по комфорт-плюсу с коэффициентом. Теоретически, в сторону моего дома время до доставки рыбы еще есть. Короче, я пожадничала, и я этот заказ взяла. Сейчас думаю, главное, чтобы моя жадность мне не вышла боком, и не получилось так, что я с этим заказом проеду мимо дома, и потом мне еще 20 минут придется возвращаться домой. Потому что уже 15 минут, ну, 20 минут, мне тут в машине часы опаздываю, уже 20 минут, а в 6 должны доставить рыбу. Ну, я надеюсь, что за 40 минут я доберусь. Тут, в принципе, без заказа ехать 10 минут до дома. Я уже как бы прям рядом с домом. Вопрос только в том, куда поедет этот заказ. По комфорт-плюсу с коэффициентами. На самом деле, если бы не рыба, я бы еще поработала, потому что прям вечер, пятница, то, что надо. Сейчас приеду, рыбу получу. Короче, не буду работать сегодня больше. Ну, надо завтра хотя бы поработать. А на следующей неделе уже мама Артема приезжает в субботу. Так что в следующей неделе все обещают дожди. Надеюсь, когда мама Артема приедет, будет хорошая погода, и мы с ней будем гулять по городу. Повезло. Заказ в сторону дома. Чуть-чуть проеду, но как бы прям в сторону дома. Но я подозреваю, что мы с доставкой рыбы приедем буквально голова в голову. Потому что он почему-то показывает, что мне ехать 20 минут. Чтобы отвезти заказ. Сейчас посмотрю, какую он дорогу вообще показывает. 22 минуты. А, ну, да, я, в принципе, так и предполагала ехать. Я дома. Яндекс.Весельчак еще тот. Значит, накидывает мне заказ. Я такая, нифига себе. А я вот комфорт плюс везу. Комфорт накидывает. Подача. Прямо рядом с моим домом. Я такая, ого, это куда мы поедем, если подача прям вот от моего дома в соседнем. Я, естественно, отказалась. Время без 20. Я, как говорится, встаю в режим ожидания. Рыбы уже скоро должны привезти. Так, девочки, показываю, что у меня за это, за вафельница. В целом, я ей довольна. Вот такая вот. Так она выглядит. Пионер называется. Но есть нюансики по этой вафельнице. Сейчас покажу. Я даже панели принесла. Так, вот смотрите. Видите? Вот это нагревательный элемент. А вафли заканчиваются дальше. Не поймать. Видите? Так, вот. Вот так. То есть, соответственно, вот эта вот сторона как будто бы, ну, чуть похуже прожаривается, но несущественно. Легко мыть. Очень удобная штука. Так. Пионер. Здесь в комплекте три панели. Это для гриля, для сэндвича и вот эти как раз венские вафли. Ну и, конечно же, самый главный вопрос. Соусы. У меня тут в холодильнике бордат. Простите. Так. Значит, первый соус. Оставлю ссылку в описании, кому интересно. и второй соус вот такой серии барбекю. Вот. В принципе, мне нравится. Я сейчас посмотрела, мы не три заказали, а пять. Три соуса и два сиропа, да. Вот. Так что, в целом, грилем я довольна. Значит, вафельницей вот этой вот пекаем этим. Я довольна. Соусы тоже вкусные. По поводу сиропа, там написано, что его можно использовать и, типа, в кофе, там еще куда-то. Ну, честно, не знаю. Но, мне хорошо именно вот поливать. Кстати, я сейчас, когда ехала, подумала о том, что в муке на самом деле много калорий. Если делать чисто творожные вафли, ну, вот, творог, яйцо, сахзам, там калорийность 100 килокалорий. Если добавить туда еще, вот я делала 400 грамм творога, 4 яйца, значит, я добавляла 100 грамм муки. Так вот, калорийность выросла до 160 или типа того, ну, как бы, или 150 с чем-то, да, это как бы многовато. Я бы думаю, может быть, туда добавлять овсяные хлопья, ну, превращать их в муку и как бы, может быть, там надо посмотреть, что там у хлопьев по калорийности. А уже начало седьмого, ребят, 8 минут, от доставщика срывайся, нет, нет. Субтитры сделал DimaTorzok